Продолжим грамматический разбор Суры «Аль-Хумза» «Хулитиль» В части морфологии мы, иншаллах, поговорим об этом имени и его форме. Мы остановились на втором аете «Аль-Лидзи джама амалу ад-дадах», который собрал богатство и пересчитывал его, то есть копит его и пересчитывает. «Аль-Лидзи» это «Исмун Маусуллин» относительное местомение «Мабдин аль-Суккуни» с неизменяемым окончанием суккуном на конце. Может быть «Фимахалли Джарин» на месте подъезжа «Джара» родителям подъезжа в качестве «Бадль» предложение подменного имени для «Ликулли», то есть горе каждому хулителю, горе тому, кто копит богатство и т.д. Некоторые сказали, что «Аль-Лидзи» может быть инатом, определением, но, как говорит Ибн Гишам рахима Аллах, это мнение слабое, так как в этом случае «Ман-Ут», т.е. определяемое было бы в неопределённом состоянии, «Накира», в то время как и у «Наат» определение и описание в определённом состоянии, что является недопустимым. Значит, это «Бадль» приложение. «У Бадалюль Маджруру Маджруру Митфлю», а приложение имени поставлено в состояние «Джар», так же как и оно будет в состоянии «Джар». Просто из-за того, что относительное местомение «Аль-Лидзи» является словом с неизменяемым окончанием, т.е. «Калимату Мабниету» мы говорим, что оно «ФИ Махалли Джар» на месте падежа «Джар». Так же имя Аллидзи может быть и «ФИ Махалли Наспен» на месте падежа «Наспен», винительного падежа. В этом случае «Аль-Лидзи» где его фактором «Аль-Лидзи» является удалённый, скрытый глагол, например «Аль-Лидзи» я имею в виду того, кто и т.д. Или же здесь может быть использован метод порицания «Услубы дзамми», т.е. «Азумму лидзи» я порицаю того, кто копит и т.д. Так же «Аль-Лидзи» может быть и «ФИ Махалли Рафин» на месте падежа «Ар-Рафа», именительного падежа, в качестве сказуемого для скрытого удалённого падежащего, т.е. «Хабар лимуктадайн махзуфин», «Тақдилу Хо-Хуа», т.е. «Хо-Лидзи» и т.д. «Аль-Лидзи» или «Тот, который» и т.д. «Джамма» – это фаулин-мадын глагол, прощающего времени, мабниўалал фатхи с неизменяемым кончанием с фатхи на конце. «Уфаилу Хо-Юафаил» – действующее лицо, «дамиран муста-тиран фи-хи» «джавазан» – скрытое в нем в допустимой форме местомения, «такдилу Хо-Хуа», и этим скрытым местомением является местомение Хо-Хуа, которое возвращается к относительному местомению «Аль-Лидзи», «дамиран айдан» «Аль-Лидзи». Это есть «рабит», связующие звено, т.е. местомение, которое связывает «джумлету-сылати» – предаточное предложение с относительным местомением. И арбиту «джумлету-сылати» «белисьм-мал-Маусулі». «Вал-Фаулу Маа-Фаали» глагол «джама» со своим фаалем свята «джумлетун-фааліетун», глагольное предложение «усылата-Маусулі» являясь предаточным предложением для относительного местомения «Аль-Лидзи», «вал-Аяду» А возвратным местомением, связующим звеном, как мы уже сказали, является скрытым в глаголе Джам'а местомение Хуа. Аджуна Тасылиты предаточные предложения, как мы знаем, относятся к тем семи предложениям, у которых нет места в падеже. Поэтому мы и говорим Не имеет места в падеже. Прямое дополнение глагола Джам'а. Собирает кого что, собирает богатство. Поставлено этим глаголом Джам'а в состоянии Насб. Винительный падеж. У Алама Танасбе признак падежа Насб в этом имени. Аль-Фатха на его конце. Остановимся на этом. Продолжим на следующем уроке.